Книга «Открытым оком», 6 том, вопрос 1584, «Взаимоотношения», Марка 1, 22. «И дивились его учению, ибо он учил их, как власть имеющий, а не как книжники». Не забывают ли некоторые из проповедующих с излишней горячностью и дерзостью, без особой любви к научаемым, эти строки, апеллируя, что и Христос решительно обличал и даже прибегал к бичу. Но ведь он был единым, кто 1 Петра 2, 22. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах его, отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Иметь власть, быть полномочным, что-то делать с законной властью, это не требует никакой святости, и потому место из послания апостола Петра никакого отношения не имеет к самому вопросу. Если есть власть у самого рядового инспектора, он может остановить нарушителя царя. Впечатление от речей Христа и от его власти над духами было потрясающим для свидетелей этих событий. Сегодня кто только не заходит в храм и даже на литургию верных. Священники, архиереи и патриарх не имеют никакой власти, так как они духовно бесталанные и не знают, как эту власть на деле применить. Они только статисты и жалкие свидетели всех безобразий, творящихся в стенах храма. Их наиважнейшая задача – все это оправдать, и для этого они всю жизнь учатся, защищают кандидатские и другие степени глупости духовной. Чтобы оправдать, защитить право всех сходить по ступеням в ад. Они закрылись за дубовыми иконостасами, и там, за этими бронированными дверями, балагурят. Они ничегошеньки не видят, не знают и не имеют власти. Пусть придут и посмотрят на порядок в нашей общине. Когда начинается моление, то у нас двери запираются во дворе, и еще ходит часовой, чтобы никакой нарушитель и чужой не ворвался. Деяние 5.13 Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Идет чудовищное безобразие во всех храмах. «Любой с улицы заходи и приступай к причастию». Тут два ответа. Или тут давно уже не причастие, а кощунство, и Бог покинул это место. Или поставлена задача всех погубить, сделать больными, и место сие превратить в скотомогильник. Левит 22.10 Никто посторонний не должен есть святыни. «Поселившийся у священника и наемник не должен есть святыни» 1 Коринфянам 11.30 «Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает». Проповедь о Христе – это проповедь о любви. И если требует того обстоятельства, если есть противящиеся истине, то можно и даже нужно закрыть это надмение. Даже и строгими словами. Павел был небезгрешный Христос, но пользовался этим средством строгости и не раз. Деяние 13.10 «Сказал, о, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних?» Иуды 1.23 «О других страхом спасайте, исторгая из огня, обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью». От глагольной формы образуют существительное. Если человек спасает кого-то, то он в данном случае есть самый настоящий спаситель. Если же человек лицемерит, то он самый настоящий лицемер. Когда между людьми происходят стычки, то по прошествии даже короткого времени об этом же событии отзываются обиженные более мягко, если им уступили и сделали по их требованию просьбе. Но когда уже проходит немалое время, человек пишет открытое письмо, послание на миллионы читателей, и даже на века вперед, и называет самых великих людей своей эпохи лицемерами, то нетрудно понять, как они достали его, как довели до точки коленя. Так апостол Павел на века и тысячелетия заклеймил словом лицемеры первоверховного апостола Петра и друга своего Варнаву, открывшего некогда ему самому вход в общение к братьям. Галатам 2.11-13 Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию, ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Такое строгое обличение есть особая харизма. Великий дар истинных пророков Божиих. Лука 17.3 Наблюдайте за собою, если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, и если покаяться, прости ему. Пророк Исаия вполне мог обратиться к некоторым епископам и навеличать их иначе, чем они известны в областной администрации. «Ты, епископ Свердловский и Гоморский!» Исаия 1.10 «Слушайте слово Господне, князья Содомские! Внимай закону Бога нашего, народ Гоморский!» Вообразите, что кто-то вам, ласковому и мягонькому, кто задал этот вопрос, пришлось бы быть с любящей женой на берегу речушки Иордан, и вдруг бы услышали от православного некоего проповедника Ивана Захаровича такое приветствие. Матфея 3.7 «По рождение ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Как затряслась бы косичка у этого патриархийного любимца от гнева!» «Да разве можно так говорить? Другое дело, если говорить так единый, безгрешный. Пойдем отсюда, от этого грубияна! Он созидать не умеет, а только разрушает. Пойдем к нему! Уж он-то нам таких грубостей не наговорит! Благо мы в отпуске, любим быть паломниками!» Но и там они не утешились желаемыми поцелуями. Серафимскими «Ваше боголюбие!» Но грозно, и что выяснится позднее, абсолютно справедливо окрестят их их истинными именами. Матфея 12.34 «По рождение ехиднины! Как вы можете говорить добрые, а будучи злые? Ибо от избытка сердца говорят уста!» Матфея 23.33 «Змии порождения ехиднины! Как убежите вы от осуждения в гиенну? Эти обличители вам не приготовили просфорок сушеных, водички святой и мироточения Ивановского!» Сторож, вахтер на часах часовой, многослойные двери собаки, охрана, вынюхивают щупом глазастой совой, не вынесут ни сантиметра, ни грамма. Бдительный меч в руках Херувима сверкает, вращаясь у входа. Через турникет перехлёстывает лавина ворованного, воруют не только сегодня. Проносят за пазухой пушку и танкер, подмышкой вагон и бутылки вина. Чуть ниже приклеют контейнер сметаны. Секретарша в бюстгалтере скроет пенал. Воруют, несут, даже лазер минуют. Довольные дома разгрузкой по-русски. Министры по-крупному судей воруют. Швейцарские банки плевками разгрузка. С пелёнок со школьной скамьи научились от жизни без страха побольше урвать. Сумей обмануть кто кого или-или. Совесть, душа нам на всё наплевать. Рассадник безбожества столько столетий пестует царь, патриарх, коммунист. Личным примером духовно калеки. С немилосердием скольжение вниз. Спрятали Библию, скрыв от народа, обворовали попы и монахи. В купели помочат, рождая уродов. Правят бичом, человеческим страхом. Вор не наследует Царство Небесное, польза какая от обогащения. Верою принять Христа повсеместно. Грех побеждается только в сражении. Косность, беспечность, какая им вечность? Вчетверо. Что своровал, возврати. Усыновлением будешь помечен. Не опоздай к Иисусу прийти. 16 мая 2003 года Игнатий Лапкин Игнатий Лапкин и т.к. Игнатий Лапкин и т.к. Субтитры создавал DimaTorzok